Привет зритель! Сейчас тебя ждет обзор моего парфюма. Я хотела записать один единственный парфюм, потом подумала, ну как бы, мало ли он закончится. Чем-то еще ведь буду пользоваться в этом месяце, когда буду в городе. И поэтому решила записать нормальный такой ролик на три парфюма, как обычно, плюс-минус. У меня почти закончился, но еще есть. Я сегодня на себя прилично так вылила. Это подарок от подписчицы, кажется, Ксюша. Она поделилась со мной своей коллекцией и фраше. Это уже глубоко снятая лимитка. Плезир натур коллекция «Карамельная груша». Когда-то ее выпускали на Новый год. Слушай, такой обалденный вкусный запах. У меня как-то раньше не прониклась этими гелями для душа. Карамельная груша была, карамельная груша, яблоко в карамели, еще что-то. А это вот между дюшесом и чем-то сладким. Оно как-то по-разному всегда открывается, но мне очень нравится. Оно мне и на холодное время года шло, и на летнее, на теплое время года, и на жару. Очень такой классный аромат. Вот он у меня будет в августе юзаться, наверное, будет когда-нибудь в пустых баночках. Опять же, тоже от Ксюши. Та же самая лимитка и фраше. Ну, не та же самая, конечно. Это у нас карамельное яблоко, лимитированная коллекция. Тоже и фраше, тоже глубокая снятость. И я ее юзала меньше. В ней немножко древесных ноток ощущается. Вот даже сейчас у меня сладкие древесные нотки. Немножко, мне кажется, она перекликается как-то в карамельной грушей. Я думаю, когда у меня закончится карамельная груша, я буду до упора заюзывать это. А между делом, я буду пользоваться еще и зеленым чаем. Мне очень нравится кенская вода. Та же, которая уже глубокая снятость. Зеленое дерево, зеверт, чайное дерево, зеленое дерево. И у меня в свое время очень много было вот этих флакончиков. Приходили в подарок. Я дарилась сестре, там еще кому-то, кому нравилось в моем тогдашнем окружении. Оставляла себе, сама покупала. И вот последний флакончик. Глубокая снятость. У меня весь ролик будет посвященный фрошевским парфюмам. Очень мне нравится, особенно летом. Летом, в мае, правда у нас в этом году май холодный был. В общем, когда тепло, оно очень заходит. Ну, иногда и на холод так вот дома ароматизировать что-нибудь. Очень вкусный, нежный аромат. Но вот если ты пользовался Элизабет Арден и зеленое дерево, то Элизабет Арден, она более нежная такая, легкая и быстро улетучивающаяся по сравнению с этим. Это более насыщенный такой. Китайская вода, это как бы переводится, насколько я помню, деколон. Вот такой конкретный одеколон. Очень классный, мне очень нравится. Он такой не сексовый аромат. Я вообще люблю не сексовые ароматы. Ну, можно подумать, что я люблю все подряд ароматы, но не так. Но какие-то мне не нравятся. Вот это в подборке, вот это унисексовые ароматы, те, что были сладенькие такие, мне очень нравятся. И вот это все ароматы на август. Всем спасибо за просмотр. Если вы что-то решите написать в комментариях, без разницы, что я поставлю вам сердечко. Даже если это будет дикий хейт. Всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!